Азербайджанский авиаперевозчик Армянская церковь Пресвятой Богородицы в Халийском районе Урфы Западная Армения находится под угрозой разрушения Об этом сообщают турецкие СМИ Согласно источнику, этот монастырь, расположенный примерно в 10 километрах от Урфы Предположительно построенный в XIX веке В результате безразличия властей превратился в руины Другое духовное здание рядом с Армянской церковью полностью исчезло А церковь Гермуша на грани разрушения Несмотря на то, что проект, предложенный администрацией провинции Халилия По восстановлению церкви был одобрен в прошлом году На сегодняшний день вокруг церкви установлены только электрические столбы Издание также отмечает, что церковь регулярно подвергается опустошению кладоискателей и воров И ухудшается день от дня В школе Нуршена имени Леонида Гурунца в Мартунийском районе Республики Арцах Был реализован очередной проект, в рамках которого школа была окрашена Образовательными иллюстрациями по различным предметам на основе принципов финских школ В церемонии открытия красочной школы Нуршена приняли участие Министры образования, науки и спорта Арцаха Нариной Агабалян Заместитель министра Михаил Амбарцумян Руководитель проекта фонда «Обучай Армении» Ара Арутюнян В беседе с корреспондентом Арцахпресса Ара Арутюнян отметил, что идея реализации такого проекта возникла год назад По словам Арутюняна, проект финансировался семьей Пола и Джент Халарян Школа приобрела новый уникальный вид с более мотивирующими теплыми цветами Наршенская школа – единственная в своем роде школа в Арцахе Думаю, этот пример послужит и другим школам Арцаха, добавил Арутюнян Американские военные поставляли оружие террористам в Сирии и Йемене И теперь оказались пойманы за руку болгарской журналисткой Деляной Гетанжиевой Новые данные говорят о существовании крупной сети нелегальных поставок оружия Которое начинается на Балканах и управляется из Вашингтона Как стало известно, в рамках программы оперативная группа «Дымящийся ствол» Развернутый командованием сил специальных операций Пентагона Оружие поставлялось в Сирию и Йемен Оружие, которое закупалось для нужд Соединенных Штатов в Сербии и Болгарии И попадало в руки террористов из группировок Исламского государства и Джабхат Ан-Нусра В результате выяснилось, что оружие от сербской компании «Крусик» было куплено Alliant Tech Systems Болгарская журналистка также обнаружила, что помимо Соединенных Штатов Были затронуты имена Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара Которые помогали поставлять оружие террористам С помощью азербайджанской авиакомпании Silkway Airlines И за британские деньги в качестве брокеров при сделке выступила компания Charles Kendall & Partners Оружие, закупленное в Сербии и Болгарии, развозили по всему миру Стоит также отметить, что оружие болгарского производства часто находит в схронах террористов Ан-Нусры и Иилсири Интересна схема перевозки оружия Оно помечалось как дипломатический груз, чтобы получить разрешение АЯТА на перевозку И это не вызывало никаких подозрений в целом ряде европейских стран, в том числе в Германии и Великобритании Как мы видим, от своего старшего брата, поддерживающего террористов Турции, не отстает и Азербайджан Европейский Союз призвал Иран отменить предпринятые им шаги в отход от выполнения своих обязательств По совместному всеобъемлемущему плану действий Ядерному соглашению, заключенному Тегераном с шестью мировыми державами в июле 2015 года Об этом передает агентство France Press Вчера МИД Франции заявила, что Иран должен воздерживаться от любых конкретных действий, которые не выполняют его обязательств И могут помешать усилиям по ослаблению напряженности В то же время МИД Британии назвал при остановлении Ирана действия, ограниченные на программы ядерных исследований и разработок, очень тревожными Президент Турции Раджептай Пардоган пригрозил открыть границы страны для сирийских беженцев Если на севере Арабской республики не будет создана зона безопасности и если Запад не окажет Анкаре обещанную помощь Ранее Турция и США пришли к соглашению о совместных действиях по созданию зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от реки Ефрат Зона шириной в 30-40 км вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Анкарой в координации с Вашингтоном Как отметил Эрдоган, в Турции сейчас 4 млн беженцев, но содержать их до бесконечности государство не в силах Член фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян разместил на своей странице в Facebook следующие документы «Я знаю, что когда зло остается безнаказанным, оно возвращается более чудовищным образом Я убежден, что если бы мир осудил и наказал виновных в геноциде против армян, Холокоста бы не произошло В речи Адольфа Гитлера в Оберзальсберге 22 августа 1939 года говорится Кто помнит уничтожение армян сегодня? Документ хранится в Национальном архиве Вашингтона На 57-м Нью-Йоркском кинофестивале покажут три короткометражные ленты выдающегося режиссера Сергея Параджанова В течение одного часа 30 сентября зрители увидят такие ленты, как «Киевские фрески» 1966 года «Арабески» на тему «Перасмани» 1986 года и «Окоп оф Натань» 1967 года В прошлом году все три картины были отреставрированы на студии «Фиксофильм» в Польше при финансовой поддержке Лондонского фонда Киноклассика Foundation Нью-Йоркский кинофестиваль будет проходить с 27 сентября по 13 октября Показ фильмов Параджанова состоится в рамках программы «Ревивлс» посвященной картинам знаковых режиссеров, отреставрированных с применением цифровых технологий в площадку «Оперный театр» Говарда Гилмана На сегодня у нас все Далее мы представим вашему вниманию «Окунг» Гой, гой, гой! 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 ГОНОЕ ГОНОЕ Субтитры делал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!